привет дорогие подписчики и зрители канала меня зовут артур мы продолжаем играть в обливиан мы находимся в бруме мы здесь по делу клинки направили нас сюда чтобы разобраться со шпионами которые здесь завелись шпионы мифического рассвета что убийца что произошло что это такое вообще такой окей убийцы горит где-то рядом пойду поев дожди ну хорошо пока никто не видит мы маленько поживимся с него я думаю что не будет уходим в общем в предместьях города мы уже нашли одного шпиона это была девушка по имени джерал мы ее убили и выяснилось у нее бы нашли ключ от подвала на нем так написано нужно быть с местным капитаном стражи поговорить возможно что-то выяснится ну а пока на на входе япона мой тут еще один лежит на входе в город нас встретил служка местные баронессы которые явно с нами хочет встретиться на скал до 6 вечера во время уже восемь поэтому давайте спать ляжем что ли что происходит городе не совсем понял странно 2 стражника мертвых лежат это что-то чтобы это могло быть ничего так то что давайте переночуем помните мы здесь в погоню ринулись вот из этой таверны было у нас тут дело товарищ один кладоискатель убивал своих друзей привет привет так для начала переночевать часов 12 дня отрыхнемся там же посмотрим приветствую сын скайрима что на этот раз что мин голос такой как в виде пуха что малыш я же лучшие собаки у меня есть комната и очень дешево тебе есть нему комнату хорошо вверх по двери направо хорошо надеюсь на скорую встречу просто но со вкусом как со вкусом нет конечно нормально так ладно это так поспим с такой-то дороги до с такого боя вы помните что в предыдущей серии был это страшнейшая боль просто ужас какой-то был это же офигеть вообще врагов переизбыток уровня у них по ощущению был где-то 35 у меня 18 они меня просто выносили с одним то драться было сложно а того было штук 10 одновременно допадали вот это было дело но я выбрался я все-таки по стелсу выбрался хорошо такой воздух прозрачный мороз прикольная одежда и все больше и больше начинаю привыкать к ней капюшон так охота снять но я думаю в плане боя там все-таки будет неоправданно пока так походим короче были бы полы тогда был вообще хорошо это это что-то непонятное говорят ты знаешь как нужно двигаться так вот и она приемное время привет не знаешь что гром будет здесь в бруме а тебе столько говорят рассказы дошли до замка полагаю вознаграждение которое тебе выдал толган подогрела твой аппетит да поэтому ты есть здесь позволь мне официально представиться я графиня нарина карвейн полагаю выставленные здесь а кавирские реликвии не прошли мимо твоего внимания можно сказать что я в некотором роде коллекционер я потратила огромное количество денег и времени чтобы собрать все эти частички древней истории могу сказать без ложного стыда моя коллекция самая полная во всем сиродили и возможно даже за его пределами но один артефакт вот уже много лет ускользает от меня обладание этой древней а кавирской реликвии сделает мою коллекцию завершенной конечно я имею ввиду драконий камень народ вы уже жиру беситесь тут страна в упадке блины император убит она все про свои камни но типичная такая предки не знаю этот камень прекрасный образец мастерства аковирцев носимый как амулет этот талисман защищает своего владельца от ядов любого типа камень выглядит как змея свернувшийся в клубок глаза этой змеи предположительно сделаны из драгоценных камней через свои источники я выяснила что последним известным местонахождением камня были руины в белом проходе понял я займусь этим но попозже пока мне не до того у меня поважнее дела есть пожалуйста рассмотри мое предложение не выслушать обзорки лорда в линдрова говорят что его видели на дороге в коралл правда мне он не встречался будет я жду какие-то брутальная внешность шпионов с тобой хотел поговорить за исключением того что джерал вернулась из поездки на юг все без изменений сейчас из-за кризиса обливиона мало кто путешествует я приказал своим людям быть бдительными но пока ко мне не поступали сообщения о чужаках в городе а как дела у тебя что-нибудь показалось подозрительным джерал работала на фильме на мифический рассвет кровь богов так она была их шпионкой похоже в наши дни никому нельзя доверять так как ты из храма повелителя облаков я разрешаю тебе обыскать дом джерал я сообщу об этом своим людям мы не будем вмешиваться хорошо мне надоело болтать с тобой привет привет все все ненавидят попкопа попкоп ненавидит всех отвечает взаимностью так то хорошо сейчас мы поищем зацепки мы вместо конечно хватает надо будет как-нибудь себе что на этот раз свергнуть какое-нибудь правительство небольшой банановой республики где-нибудь там прикольные обожаю замки таки европейские средневековые и короче сесть на трон посидеть там я не знаю пару веков потому что босс мир и живут долго а потом дальше двинуться дорога приключений так хорошо где там его вернее и хата так а вот похоже и она надо быть аккуратнее лепона мать извините на это попозже так стража стража нет я просто я могу ее убить но я хочу посмотреть как стражники будут реагировать вот хорошо бей все не желез плохо быть врагом общество номер один агент мифического рассвета по имени савери фарам мертва нужно продолжить поиск других шпионов и выяснить где располагается их прибежище в бруме такие убили добрый день ром будет делать теперь когда старик бендлин мертв действительно такая в чем не виноват из других провинций из скайримов ключ от подвала интересно что там седобороды из карим не надоело болтать с тобой прослушала блин вот прикольно то что все части дэнтер скросс так тесно между собой связаны и с карим по сути создавался именно сюжет на наработках предыдущих частей это вот эти седобороды это очень круто всегда ощущаешь себя как дома в одной и той же хорошей игре просто маленько там косметические изменения геймплейные болель на стоило того хорошо а вот и подвал так подожди там же наверняка есть какие-то зацепки зацепок нет зато есть дешевое вино хорошо давайте тут осмотримся так минус 2 уже да шпиона шпиона в подвале джерал мной был обнаружен документ с информацией о планах врага нужно немедленно показать эту бумагу джоффри джерал мастер был доволен твоими действиями у стен корола чем больше ворот мы откроем тем ближе славное очищение мастер выбрал тебя и собери для выполнения крайне важного и ответственного задания это знак твоего продвижения в рядах избранных мы узнали что наследник септима отправился в храм повелителя облаков логово этих проклятых клинков мастер поручил ордену уничтожить клинков лорд догон выделит нам для этого все необходимое когда мы получим твой доклад о действиях септима в храме повелителя облаков о системе обороны храма и возможных путях отхода то планируем открыть великие врата рядом с брумой помни открытие первых трех малых врат это только подготовительная стадия развертывания великих врат не участвуй в обороне малых врат чтобы не выдать себя мы всегда можем быстро и легко открыть новые врата а как только откроются великие врата падение брумы станет неизбежным если брума пройдет то и храм не устоит и тогда септима окажется в ловушке словно крыса нас интересует также все что касается агента империи который спас мартина из квадча но мы снова предупреждаем тебя не вступай с ним в конфликт с этим агентом не стоит шутить рассвет приближается рума комаран вот представляете просто да это вот около города открывается портал и ой кошмар оттуда прут всякие твари или внутри стен это же вообще беда так ладно теперь мы успокоимся но вроде как больше никого тут быть не должно сколько я понимаю говорили тут речь шла только про саверида проджеру пледование рефлекс после метро уже за души и затушить эти все лампочки так или иначе так тихо есть мнение что ничего мы тут не найдем особенного добре но прицеливание здесь немножко выше все время надо брать так хорошо офигеть проходы но вот этот прямиком ведет я думаю за пределы города город жерл ну да это где-то это на запад по моему добром и неплохо так у них все продумано да обалдеть вообще и что-то мне такое ощущение что мы висим потому что блин никакого прогресса в загрузке нет так мы продолжаем то есть игра вылетела бывает не такой тоже обливин обливин относится к серии the elder scrolls серии elder scrolls всегда славилась своими багами вторая часть скажем дакер фол свое время была даже прозвана багер фол потому что работала очень плохо так но в итоге что я могу сказать сюда нам по сути это не особо нужно не просто было интересно посмотреть что здесь вообще так нам нужно возвращаться в город и там уже разводить все что нужно хотя нет нам похоже уже нужно идти просто храм клинков рекол на как я и говорю чуть западнее брума хорошо что с этой страны ничего только хлам ладно пойдем обратно то есть мало того что они откроют врата в бруме и туда ринуться просто орды обливина так еще у них есть вот такой вот проход по которому по сути можно огромную армию провести за час город потом ворваться там очень просто короче как я не знаю два агента это все на мой взгляд только с помощью магии потому что две девушки нет не откопали бы такую огромную систему туннелей ладно в итоге что получается знаете получается что нет это сказать это практически мой дом и все не привыкли как это работает то есть его можно использовать как штаб-квартиру но спать я здесь похоже не смогу вот отлично пойдем отсюда только что мы спасли бруму от страшной беды и он смотря ним моржи просто сидит чуть ли не босиком вообще пофигу на мороз сегодня твой счастливый день это как у меня якут был знакомый у них вообще другое отношение к морозу вот я допустим был на украине там когда все мерзнуть я не мерзну нас на урале сильно холоднее климат другой вот это слушает якут он при офигеть просто в 30 градусный мороз такой вот именно как этом снег скрипит шапку на затылок напялил там на макушку куртка на распашку вообще пофиг человек не мерзнет ничего блин то что у них конечно мороза посильнее так что насчет того что норда тут такие морозоустойчивые дивляции в принципе не стоит спокойно здесь вообще самое некрасивое место в игре потому что здесь нет растительность на земле практически то есть она есть но и гораздо меньше собственно с ландшафтом в игре все не настолько хорошо насколько хотелось бы он выглядит по большей части ненатурально вот природа где там леса вот этот всякое такое она конечно в обливании выглядит вполне себе современные даже сейчас как-то как-то не так вот это все выглядит угловатые камни хотя в принципе нормально придирки просто дайте тугу и торчит кругом хорошо где-то там джоффри он внутрь зашел добрый день добрый вечер день или вечер так что удалось узнать о шпионах на смотри отличная работа я знал что на тебя можно положиться боги не зря выбрали тебя чтобы тебе не думалось однако становится ясно что манкар камаран скоро выдвинет против брумы все свои силы я предупрежу графиню грозящей опасности тебе следует поговорить с мартином я полагаю он продвинулся в изучении мистериума заркса ну хорошо я немедленно отправлю графине сообщение об опасности грозящей бруме а тебе нужно поговорить с мартином узнать как идут дела с зарксом ладно добрый вечер сар баурус стереги его как следует тут такая что-то начинается байда что просто мы все умрем похоже я расшифровал часть ритуала который сможет открыть портал в рай камарана заркс упоминает о четырех предметах нужных для проведения этого ритуала но пока я расшифровал только одно название это кровь лорда дейдра известно что в дейдрические артефакты вложена частица существа самого лорда дейдра именно эта частица есть основа мощи артефакта естественно их не так то просто найти но нам очень нужен дейдрический артефакт если тебе удастся заполучить такой предмет принеси его мне хорошо подробнее можно единственный способ добыть дейдрический артефакт искать культы посвященные лордом дейдра книга современные еретики лучшее введение в дейдрические культы в здешней библиотеке есть экземпляр помни ритуал мистериума заркса уничтожат физическую форму этого артефакта чтобы высвободить его энергию про магию расскажи став священником я больше не занимался темными искусствами но во всем этом я вижу руку судьбы боги могут все обратить в добро так набожно говорил я тем кто приходил просить у меня совета возможно я и сам когда-нибудь поверю в это не тире вера думаю что близок все будет хорошо еще одной части ритуала надеюсь мне удастся продвинуться к тому времени как ты вернешься с дейдрическим артефактом хорошо так это будет не так просто мне стоит прочитать книгу современные еретики чтобы найти информацию о местонахождении дейдрических артефактов хорошо это книги у меня я так понимаю нет подожди у него наверно есть вот он книга современные еретики содержит упоминание о местонахождении святилище азуры может быть там я смогу узнать как добыть дейдрические артефакты азура как много в этом звуке я помню звезду азуры помню как я там рот раскрывал от удивления так ну хорошо я думаю это будет интересно современные еретики исследование поклонения дейдра в империи ходерос из год лес фонта поклонение дейдра не запрещено законами сиродила это результат действия имперской хартии сваляющиеся стоящим гильдии магом называть дейдра однако церковь и общество резко настроены против культов дейдра и поэтому те кто практикует дейдрические ритуалы предпочитают не делать этого открыто отношение к культом дейдра в других провинциях может существенно отличаться даже в сиродиле традиционные воззрения на этот предмет изменялись со временем и некоторые сообщества как поклонялись дейдра так и продолжают мотивы у всех разные некоторые склонились к почитанию дейдра по зову души некоторых влечет жажда тайных знаний и могущества частности искатели приключений всех мастей ищут знаменитые артефакты дейдра из-за тех преимуществ которые они даруют своим владельцам мне лично удалось обнаружить сообщество почитателей лорда дейдры азура королевы рассвета и заката те кто желает понять что лежит в основе поклонения дейдра могут обратиться к книгам могут отправиться на поиски дейдрических святилищ могут расспрашивать знающих людей или самих поклонников дейдра чтобы обнаружить святилище азура мне пришлось использовать все эти методы я начал с книг сразу в разных трудах встречаются упоминания дающие некоторые представления о том или ином культе так письменные источники подсказали что все родители святилища дейдра по большей части представляют собой статуи лордов дейдра и расположены в глуши далеки от поселений с каждым святилищем ассоциирована своя община почитателей часто называемая ковен ритуалы проводятся определенное время обычно в один из дней недели подходящий для молитвы лорду дейдра лорды дейдра часто не нисходят до ответа если только не считают просителя исключительно отважным или обладающим достаточной силой при этом дейдра отвечает только если получит соответственное подношение какое именно обычно знают лишь члены секты в обмен на выполнение определенного задания для оказания услуги лорда дейдра порой предполагают исполнителю артефакты значительной силы затем я перешел к расспросам знатоков дикой природы я обнаружил что ценные информации могут поделиться как опытные охотники искатели приключений и те и те могут находить святилище во время своих путешествий так и ученые из гильдии магов в случае со святилищем азуры оба источника оказались очень полезны я отыскал охотник из чейдинг холла который во время своих походов наткнулся на странную древнюю статую эта статуя изображала женщину с протянутыми руками в одной руке она держала звезду другой лунный серп охотник сбежал от статуи в своеверном страхе но запомнил где она находится далеко на север от чейдинг холла к север и западу от озера ариус высоко в горах джерал после этого я отправился в местную гильдию магов с описанием статуи и маги подтвердили что это и есть тот лорд дейдра о котором я думал узнав где находится статуя я отправился к ней и застал возле нее троих верующих из-за господствующего в обществе предубеждения против почитателей дейдра они поначалу не признавались кто они такие чем занимаются однако когда мне удалось завоевать их доверие они поделились со мной своими секретами оказалось азура выслушивает молитвы на закате или рассвете а дар угодно азуре светящаяся пыль блуждающего огонька поскольку я всего лишь следователь реликвии ученые не в моих силах найти блуждающий огонек и получить его светящуюся пыль кроме того я уверен что азура вряд ли найдет меня достойным даже если я принесу ей такой дар но также я не сомневаюсь что если бы смог сделать это и если бы моя жертва была принята то азура дала бы мне какое-нибудь задание после выполнения которого я мог бы быть награжден звездой азуры легендарным доигрическим артефактом обладающим удивительной магической силой с тех пор мне часто доводилось слышать о том что всеродили из святилища и других дейдра о лордах дейдра которым они посвящены и об артефактов которые предприимчивый герой может получить награду в легенде о херсиге охотники упомянута могучая зачарованная броня называемая шкурой спасителя молот под названием волендранг часто связывают с молокатом лордом чудовищ а названная по имени ее владелица булава молок балах даже считается объектом поклонения самих дейдра серьезным и настойчивым исследователям еще предстоит обнаружить родили святилища и культа других лордов дейдра больно это было познавательно булаву молок бала я помню это было квест по ее получению скорее это конечно серьезное дело this is some serious shit ну что давайте наверное на этом на сегодня будем заканчивать и в следующей серии как-то двинем на поиски на запад от чейдин холла это может быть интересно вообще основной сюжет в игре просто великолепен несмотря на то что многие мне говорили что он довольно таки посредственный пока что он мне нравится даже наверное больше чем с карими единственный но что там были драконы а драконы крутые драконы делают ровно все в два раза лучше поэтому было там конечно свое достоинство но тем не менее тут как-то вот блин тоже по-своему круто и мне все интереснее интереснее чем же это все закончится в общем на этом все надеюсь вам понравилось увидимся в следующей серии с вами был артур всего хорошего пока пока а Субтитры сделал DimaTorzok